В преддверии Дня Победы активисты поздравляют ветеранов. Сегодня навестили Миланию Селиванову. На Чукотке проживают всего семь ветеранов Великой Отечественной войны. Из них четыре труженика тыла. Одна из них – Милания Селиванова. В этом году ей исполнилось 90 лет. В детские годы она перенесла все тяготы и невзгоды войны. В то страшное время она, маленькая девочка, из небольшой деревушки охотно помогала раненым бойцам, которых привозили в импровизированный госпиталь. Говорит, возьмись и накричи на меня там. Надо прежде всего промыть рану. Тогда еще пока был бинт, вата, а потом буквально раненых много, не хватало. Миланию Иларионовну сегодня поздравляют с Днем Победы активисты движения, волонтеры Победы и сотрудники Центра социального обслуживания. Сегодня поздравили нашу Миланию Иларионовну. Она у нас бакладница Ленинграда. С удовольствием каждый раз мы ее поздравляем. И не только в 9 мая мы к ней приходим на все праздники. И даже иногда просто приходим пообщаться, чай попить. То есть не оставляем ее одну. Нужно поздравлять не только ветеранов. У нас есть дети войны, которые эту войну пережили. Они точно так же страдали, как все остальные. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, волонтеры Победы постарались сделать все, чтобы ветераны смогли прочувствовать атмосферу праздника и благодарность людей. Милания Иларионовна каждый год ждет 9 мая. Для нее это праздник со слезами на глазах и очень долгожданный. Сегодня, как никогда, хочется погрузиться в воспоминания. Потом пришла к нам учительница и говорит, под Каховкой уже идут такие бои. Тяжелые. Не могу прям. Для нашего поколения очень важно быть достойными наших ветеранов, которые подарили нам победу, мирное небо и сделали все возможное, чтобы мы сегодня радовались каждому дню. В преддверии 9 мая я хочу всех поздравить и сказать, что этот праздник нельзя забывать, потому что многие пролили свою кровь для того, чтобы мы сегодня свобожили. Владимир Никиченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.